Деление десятичных дробей Делаем математическую разминку. Проверим себя и заодно вспомним правило. 12 деленное на 0,06 равно 200. 3,6 на 0,18 разделим, получим 20. 4,5 делим на 0,5, получаем 9. 0,3 разделим на 0,1, получаем 3. 2 делим на 0,5, получаем 4. И 70 деленное на 0,7 мы получаем 100. Вспомним, чтобы разделить десятичную дробь на натуральное число, нужно разделить целую часть на это число. Когда закончится деление целой части, поставим в частном запятую. Продолжить деление, раздробляя остатки в десятичные доли. Единицы в десятые, десятые в сотые, сотые в тысячные и так далее. Рассмотрим такой пример. 20,07 мы разделим на 9. Итак, согласно правилу, мы начинаем выполнять деление целой части. 20 разделим на 9, берем по 2. Получаем, разность чисел 20 и 18 будет равна 2. Целые делить закончили, поэтому поставили запятую. Сносим 0. 20 делим на 9, снова берем по 2. Находим разность чисел 20 и 18, получаем 2. Сносим 7. 27 деленное на 9, мы берем по 3. Получаем, 3х9, 27 и разность 27 и 27 равна 0. Значит, 20,07 деленное на 9 будет равно 2,23. Выполните следующее задание самостоятельно. Найдите значение частного. Итак, проверьте себя. Значение частного 0,7 и 25 будет равно 0,28. Значение частного 0,48 и 6 будет равно 0,08. Вспомните, чтобы разделить десятичную дробь на десятичную дробь, надо в делимом и делителе перенести запятую на столько цифр вправо, сколько их содержится после запятой в делителе. Затем выполнить деление десятичной дроби на натуральное число. Рассмотрим пример. 17,01 разделим на 4,2. Согласно правилу мы перенесем запятую в делимом и делителе на один знак, так как в делителе после запятой один знак. И выполним деление числа 170,1 на 42, то есть десятичной дроби на натуральное число. В результате мы получим 170 разделить на 42 мы берем по 4. Целую часть делить закончили, сразу же мы ставим запятую. Получаем разность 170 и 168 равна 2, сносим единицу. Обратите внимание, единицу мы сносим, получаем число 21. 21 на 42 не делится. В этом случае мы в частном ставим 0. 210 разделить на 42 мы берем по 5. 210 минус 210 получаем 0. Следующее задание выполните самостоятельно. Разделите десятичную дробь на десятичную дробь, используя правило. Проверьте себя. Чтобы разделить 1,23 на 0,41, мы в делимом и делителе запятую переносим вправо на два десятичных знака, так как в делителе после запятой два десятичных знака. Далее выполняем деление на натуральное число. Получаем 3. В следующем примере мы запятую в делимом и делителе переносим на один знак право и выполняем деление десятичной дроби на натуральное число. 81,6 делим на 34. Получаем 2,4. Если в делимом меньше десятичных знаков, чем в делителе, то вместо недостающих десятичных знаков делимом приписывают нули. Рассмотрим такой пример. 4,8 разделим на 0,75. Итак, в делителе после запятой два десятичных знака. Значит, в делимом мы должны запятую перенести на два десятичных знака вправо. Но в делимом после запятой у нас только один десятичный знак. Поэтому мы делимом дописываем 0 и выполняем деление числа 480 на 75. Выполним деление в столбик. 480 делим на 75. Мы получаем 450. Целые делить закончили, поэтому сразу же ставим запятую. Находим разность, она равна 30. Сносим 0. Далее берем по 4. В результате получаем значение частного 4,8 и 0,75 равно 6,4. Я думаю, ребята, что вы все любите конфеты. И не раз на коробках конфет вы видели запись, которая указывает на вес данной коробки. Давайте с вами рассмотрим такую задачу. На коробке с конфетами надпись 0,7 килограмма 392 тенге. Нужно определить, сколько стоит 1 килограмм таких конфет. Я думаю, что вы все определили, что это задача на нахождение числа по его части. Поэтому мы для того, чтобы найти число по его части, делим число на данную дробь. То есть 392 делим на 0,7. Переносим запятую в делимом и в делителе на один знак. Посмотрите, у нас в делимом после запятой нет знаков. То есть у нас там стоит натуральное число. Поэтому мы 0 дописали. В результате получаем цена 1 килограмма конфет равна 560 тенге. И записываем ответ данной задачи. 560 тенге стоит 1 килограмм таких конфет. Разберем еще одну задачу. Из одного города в другой выехал поезд. После того, как он проехал 0,32 всего пути, ему осталось проехать до середины пути 72 километра. Чему равно расстояние между двумя городами? Для решения задачи мы найдем дробь, которая соответствует величине 72 километра. Весь путь примем за единицу и получим половина пути будет равна 0,5. Далее от 0,5 мы отнимаем 0,32 и получаем 0,18. То есть это часть, которая соответствует величине 72 километра. Далее находим расстояние между двумя городами. Для этого мы 72 делим на 0,18. И получаем 400 километров. Значит, расстояние между городами равно 400 километрам. Рассмотрим еще одну задачу. Найдем закономерность и запишем два следующих члена последовательности. 60, 6, 0,6 и так далее. Для начала определяем закономерность. Итак, 0,6 мы делим на 6. Получаем 0,1. Значит, мы можем сделать вывод, что в данной последовательности каждый последующий член получен умножением предыдущего на 0,1. Значит, четвертый член данной последовательности мы найдем таким образом. 0,6 умножаем на 0,1, получаем 0,06. Так как 6 умножить на 1 будет равно 6. И в полученном произведении мы должны с вами отделить справа столько знаков, сколько знаков у множителей в данном произведении. Найдем пятый член. 0,06 мы умножим на 0,1. Аналогично. 6 умножаем на 1, получаем 6. И отделяем справа 3 десятичных знака. Так как в произведении у нас умножителей 3 десятичных знака. Следующее задание, ребята, я предлагаю вам выполнить самостоятельно. Найдите закономерность и запишите два следующих члена данной последовательности. Проверьте, что у вас получилось. Итак, вам сначала нужно было определить закономерность. Для этого мы разделили 7,5 на 1,5, получили 5. И 1,5 мы разделим на 0,3, мы тоже получим 5. То есть каждый последующий член мы разделили на предыдущий. И заметили, что в данной последовательности каждый последующий член получен умножением предыдущего на 5. Значит, четвертый член данной последовательности, чтобы найти, мы 7,5 умножаем на 5, в результате получаем 37,5. И найдем пятый член, мы четвертый член умножаем тоже на 5, в результате получаем 187,5. Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы научились выполнять деление десятичных дробей. На этом, ребята, наш урок подошел к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok